Президент Владимир Зеленский ожидает от партнёров решительных действий, которые могут изменить ход войны и привести к её реальному завершению, как того требует Украина. Об этом лидер государства заявил в видеообращении. Он подчеркнул, что операция в Курской области идёт по плану и устойчивость боевых бригад компенсирует нехватку необходимых решений от партнёров. «Мы делаем всё возможное, чтобы предоставить нашим воинам необходимое оружие и усиление. Важно, чтобы партнёры убрали барьеры, мешающие нам ослаблять российские позиции в соответствии с требованиями войны», — добавил Зеленский. Он отметил, что Великобритания, которая ранее демонстрировала лидерство в поддержке Украины, теперь замедлила принятие решений, и в этом направлении нужно усилить дипломатическую работу. Зеленский также подчеркнул важность пополнения обменного фонда, что ВСУ успешно делают для скорейшего возвращения задержанных граждан. В ответ на комментарии Зеленского о замедлении британского лидерства правительство Великобритании подтвердило свою стойкость в поддержке Украины. В виде обращений с 17 августа Зеленский отметил, что Британия ранее проявляла настоящее лидерство в оружии, политике и поддержке украинского общества, но теперь ситуация замедлилась. В ответ представитель британского правительства заверил, что премьер-министр остаётся абсолютно решительным в своей поддержке Украины, и что поддержка остаётся непоколебимой. Позиция по использованию Украины ракет «Штормшеду» также не изменилась. Премьер Великобритании Кир Стармер и министр обороны Джон Хилли приняли решение быть более открытыми относительно применения украинскими силами британского оружия в Курской области. Об этом сообщается в публикации «The Sunday Times», на которую ссылается «Европейская правда». Это решение отражает изменение тона, а не политики, и подтверждает роль Великобритании в поддержке Украины. Лондон быстро признал использование танков «Челленджер-2» в Курской области и отметил применение британских дронов, хотя их тип не уточняется. Издание Bild сообщает, что Украина лишилась военной помощи на сумму около 4 миллиардов евро из-за внутренних споров в правительстве Германии. Немецкий Минфин рассчитал, что страна не сможет финансировать новую помощь Украине, и дополнительные средства будут доделяться только по результатам докладов о потребностях. Миноборона ФРГ выразила обеспокоенность, что сокращение дотации Киева может сорвать более 30 приоритетных поставок, включая запчасти, снаряды, дроны и бронетехнику для ВСУ.